здравствуйте дорогие наши зрители подписчики нашего канала гости нашего канала все кто с нами все кто нас поддерживает спасибо вам большое мы перевалили черту 8000 подписчиков для меня это очень большой показатель и большая оценка моего труда потому что реально уже 6 практически 6 почти больше пить почти 6 лет уже я работаю именно с ютюбом с инстаграмом ну youtube канала я сама открыла сама его виду сама начала монетизацию делаю видео каждый день выкладываю и благодаря вашей поддержке благодаря нашим зрителям подписчикам друзья спасибо вам большое что вы поддерживаете говорите хорошие слова благодарите за мастер-классы за ту информацию которую мы даем спасибо даже и что иногда ругаете что может быть там видео беспонтовая или много говорю возможно но я стараюсь всегда говорить по делу даже если где-то что-то может быть повторяясь потому что все видео невозможно пересмотреть информация какая-то может быть где-то потеряну в другом видео и в этом видео это видео человек видит впервые поэтому возможно ему интересно что у нас есть мастер-классы по коржану как фетровый хоржан делать полностью расписана вся инструкция все показано расчерчено сейчас я уже немножко как сказать улучшила процесс и облегчила процесс это ну потом я сниму тоже видео просто нургуль в алмате мне нужен обязательно помощник мне нужно чтобы кто-то обязательно снимал мы когда мы будем показывать новый вариант раскройки хоржана и тоже мы сейчас не делаем чисто фетра мы всегда делаем королевский велюр но коры айк ткань которым делаете чехол для коржана сверху да это любой королевский велюр будет просто велюр бархат или что атлас сейчас парчо делать ну в общем разные варианты вы делаете то же самое как и фетровый хоржан расчерчиваете точно также сшиваете работаете машинкой с машинкой работаете с клеем обязательно с пистолетом ну в общем те возможности которые у нас есть на канале я об этом поэтому и повторяю что у нас есть мастер-класс по коржану у нас есть 4 урока поэтому последовательность их тоже если не можете найти напишите мне я вам скину ссылку буду чтобы вам не искать все видео там перелистывать есть мастер-класс по корзинам кто же мы полностью но это заметьте что эта работа именно с королевским велюром он дорогой он сейчас стоит 3000 метров но то время которое я затрачиваю и какой эффект получаю я считаю что этот эта ткань оправдывает уже вот на протяжении скольки мы лет работаем три года да наверное больше больше трех лет уже работаем с королевским велюром и пока я лучше ткани я не нашла она не крошится она не сыпется хорошо обрабатывается хорошо приклеивается и хорошо с ней работать если знаете по правильно ну правильно правильно вы делаете выкройку по тому как вам надо натяжение обязательно это тоже расчет берите когда делаете особенно корзины поэтому у нас всегда корзины вот данном случае табак у нас всегда гладкий нету складок никаких вот полностью прям вот гладкий и дно и его здесь боковины потому что этот ткань дает возможность на делать натяжение мы делаешь ее чуть поменьше рассчитываешь там но когда делаешь выкройку соответственно когда уже натягиваешь ее она прям идет с натяжением и когда уже приклеиваешь она становится гладкой никаких нету складок и вот то же самое и на коржине ну и мне нравится что он бывает разного цвета всегда можно подойти и найти по желанию заказчика цветовую гамму которая нужна в данном на для на то для данного мероприятия вот поэтому я за королевский велюр но правда вот я работала с парчой тоже неплохо но она тоже но тоже которая дорогая по 2 2 с половиной тысячи она ней который 750 который сыпется и которые рвется когда натягиваешь а это тоже такая но тоже умеренно конечно там нельзя сильно экономить притышку делать в общем впритык делать нужно всегда рассчитывать правильность натяжения тканей чтобы это не рвало не тянуло где-то если велюр тоже натягивать чрезмерно он тоже конечно порвется поэтому в общем с любой ткани нужно работать аккуратно но в данном случае мы с наркор очень довольны что наткнулись именно на эту ткань она дорожает с каждым коном но она все равно дает как удовольствие от работы я хочу сказать что когда ну например вот я брала такую люрексовую ткань вы наверно видели у меня были серебристые корзины но конечно этот она не очень натягивается не очень с ней тяжело работает потому что блески сыпется очень в общем тоже не очень практичная ткань для работы я так думаю ну а когда хочешь делать чтобы все было красиво гладко но вот эта ткань которую мы рекомендуем из которой мы работаем и в принципе всегда есть белый цвет синий цвет они spray по цвету а и конечно не и и а и и и и Продолжение следует...